Условия, которые школа создала в данном учебном кабинете, позволят вам использовать все самые современные технологии. Я желаю вам удачи. Пока экскурсию по новым коридорам и кабинетам директор проводит для учителей. Но уже совсем скоро они сами будут показывать классы ученикам. 1 сентября в новый корпус 50-й Краснодарской школы придут 400 детей. Этот учебный блок позволил увеличить количество первых классов и освободить кабинеты в основном здании. Были маленькие кабинеты, где детям просто негде было поиграть, перемену свою как-то провести в общении. Здесь же места, как вы видите, много и можно сделать даже игровую зону, небольшую библиотеку классную. Новые корпуса для начальных классов в этом году откроют еще в нескольких микрорайонах Краснодара. Таким образом, в школах города удалось создать больше 2000 дополнительных мест. Но только за счет таких пристроек решить вопрос не получится, отмечает на краевом совещании Вениамин Кондратьев. Переполненные школы – проблема не только кубанской столицы, но и всех быстрорастущих городов региона. Мы рапортовали в таком колоссальных строительных темпах и так им радовались. Вот о чем вопрос, что на самом деле мы понастроили, а в основном это микрорайоны и точная застройка. Жилье есть, а жизни-то нет. Вот тем мэрам городов, которые понастроили, коллеги, как хотите тебе, так школы и строите. За последние 10 лет на Кубани было построено 20 школ, но их недостаточно. Только в этом году за парты сядут на 20 тысяч школьников больше, чем в прошлом. К строительству учебных заведений необходимо подойти системно, настаивает глава региона. В условиях ограниченного бюджета важно использовать любую возможность, в частности, активно участвовать в федеральных программах. Так, например, четыре проекта типовых школ сегодня уже заявлены для включения в реестр Минстроя России. В случае положительного решения регион может претендовать на финансирование из федерального бюджета строительства учебных заведений в Краснодаре, Староминском, Денском и Славинском районах. За последние 30 лет в край системно школы не строились, это тоже объективно. Деньги на них не выделялись. Мы сегодня находимся на ресурсе старых советских школ. У них 90% износа, 90%. И что мы ждем? 100%, когда полностью уже и латать будет нечего. Вот на этом на самом деле сегодня нужно находить не разовые деньги, а системно подойти к тому, чтобы на самом деле мы начали в крае системное строительство новых школ. Четко дайте мне алгоритм, график, понимание того, как мы будем выходить сегодня из этой ситуации. Но важно не только в каких классах будут идти школьные занятия, но и кто их будет вести. Еще одна проблема, которую озвучивает министр образования края – нехватка учителей. Штат педагогов растет не так стремительно, как количество учеников. На 1 сентября у нас будет 1667 вакансий. Это не значит, что наших детей некому будет учить. Произойдет перераспределение учебной нагрузки на тех учителей, которые у нас сегодня уже есть. Но понимая, что это скажется на эффективности, мы с каждым муниципалитетом будем смотреть, насколько действительно целесообразно то самое двойное классное руководство, особенно в начальной школе и в режиме индивидуальном, отработаем с каждым из муниципалитетов. В преддверии учебного года в администрацию края участились сижалобы родителей. По их словам, с каждым разом сбрасываться на нужды школы приходится все больше. Чтобы отследить эти расходы, денежными вопросами должны заниматься родительские комитеты, считает Вениамин Кондратьев. Ни в коем случае ни директора школ и ни учителя, и классные руководители должны собирать эти деньги, а сами родители, по большому счету, чтобы не было вопросов, и сами их тратить. Не надо порождать вот ту череду сплетен, разговоров, где, я уверен, во многом необоснованных со стороны родителей. Только потому что, да, где-то хитрят, а родительские комитеты деньги собирают и отдают их классному руководителю или завхозу, грубо говоря. Они не должны прилипать к рукам ни учителей, ни руководства школы. Главная задача, которую ставит губернатор, к началу учебного года школы должны быть готовы принимать детей. Уже меньше, чем через месяц по всей Кубани за парты сядут 600 тысяч школьников. Мария Крошина, Денис Перец и Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар.